Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить чечевичный суп и заодно протестируем мою новую плиту на даче. Вот так выглядит моя новая плита и мы ставим самую большую мощность, чтобы вода в кастрюле побыстрее нагрелась. Наливаем где-то половину кастрюли и нам понадобится чечевица красная, чечевица персидская, несколько картофеля, морковка, лук и соль. Мы поставили воду нагреваться и прямо в холодную воду мы сейчас будем добавлять красную чечевицу, она иногда называется еще и зеленой, выглядит достаточно классически. Коричневого цвета чечевицы найти можно в любом магазине. Мы ее открываем. И смотрим на упаковочке, сколько ее варить по времени. Значит варить на слабом огне под крышкой 15 минут. То есть мы добавляем для супа немножко времени на варку чечевицы, чтобы она была разваристой. Если бы мы готовили салат с этой чечевицы, то бы мы варили точно по инструкции 15 минут. Мы засыпаем в холодную воду, в еще не кипящую. Давайте я вам скажу, сколько я засыпаю. Раз горст. Два горст. Примерно вот так это выглядит, чуть больше, чем покрывает дно. И ждем, когда водичка закипит. В это время я порезу картошку-морковку. Но перед этим я почищу лук от верхней кожуры. Здесь она не очень чистая. Если бы была чистая, хорошая шкурка у лука, я бы его добавила прямо со шкуркой в суп. Советую вам это делать, потому что в луковой кожуре содержится очень много полезных витаминов. Да и все равно мы потом эту луковицу из супа вынимаем. Все, кидаем в суп. И дальше я буду чистить и резать картошку-морковку. Чечевица у нас закипела. Мы убираем до среднего огонь. И ставим таймер на... Сколько она, 15 минут у нас варилась? Мы ставим таймер на половину этого времени. Морковку и картошку мы нарезаем небольшими кубиками. Но на самом деле вы можете нарезать абсолютно так, как вам нравится. Нарезали картошку-морковку и абсолютно не дожидаясь ни таймера, ни чего, в кипящую воду это все засыпаем. У меня прошло тут 3 минутки с тех пор, как я таймер поставила. Пока у нас все потихонечку варится, мы будем сейчас добавлять чечевицу персидскую. У меня от компании Мистра, потому что это розовая плоская чечевица, которая быстро-быстро разваривается. В инструкции написано, что готовится она 10 минут, но она действительно быстро разваривается. Я его положу чуть раньше, чтобы она водилась на 5 минут подольше, чтобы это получилась именно такая похлебка, немножко разваристый суп. Опять же, если бы мы готовили это для салата, и нам нужна была бы, если бы нам надо было бы сохранить текстуру самой чечевицы, мы бы варили точно по инструкции. Раз ладонь чечевицы, оп, засыпали. Два ладонь, три ладонь, то есть где-то 3 горсти чечевицы мы засыпали. И таймер нам показывает, что нам показывает таймер? Таймер нам показывает 2 минутки. И мы ставим 10, плюс эти 2 минутки, которые есть. Вот так. И ждем, пока это все проварится. Очень плавно работает плита, очень аккуратно здесь все кипит. И большим плюсом для меня является таймер. Я всегда пользуюсь таймером, чтобы пока я играю с ребенком, не пропустить, и чтобы у меня ничего не сгорело, не выкипело, не перекипело. Мне нравится. Плита у меня сама выключилась, когда прозвенел таймер. И после этого мы солим наш суп. Чечевицу мы солим после готовки, чтобы она хорошо вот разварилась. Ну вот и все, наш суп готов. Осталось его только подать. Вы можете добавить себе любые специи, зелень, можете добавить оливковое масло или какое-нибудь ароматное масло. И, в общем, на любой вкус подавать. Для детишек маленьких можно это все перемолоть в суп-пюре. Тоже будет очень вкусно и полезно. И чечевица содержит в себе очень много белка. То есть вы можете этот суп варить спокойно без бульона, без мяса, без курицы. И ваш ребенок, и вы получите необходимую норму белка. Да, и даже белок из чечевицы усваиваются лучше, чем из мяса. И надеюсь, если вы приготовите этот супчик по моему рецепту, то он вам понравится. И желаю вам приятного аппетита и хорошего дня!